Басмиллах, الحمد لله, السلام على رسول الله, وعلى آله وصحابه ومن والاماما تفسير سورة الفيل تفسير, то есть разъяснение سورة الفيل, то что переводится как слон Так, что касается названия этой سورы, то ее наиболее известное название это именно вот это вот, الفيل, то есть слон и некоторые из муфассиров также говорят ألم تارا كيف فاعل ربك то есть называют эту سورу таким названием ألم تارا كيف فاعل ربك Что касается количества ее аятов, то количество аятов равняется пяти аятам без всякого разногласия Говорит وهي مكية بلجما قاله القرطبي Эта سورة является мекканской, по единогласному мнению муфассиров قاله القرطبي, как об этом сказал القرطبي Говорит ألم تارا كيف فاعل ربك بأسحاب الفيل Разве ты не знаешь, как поступил твой господь بأسحاب الفيل с хозяевами слона или с войском слона Что касается того, что за слон имеется ввиду в этой سورе и в этих аятах то это возвращается к истории, которая произошла в год рождения пророка А это когда один из эфиопских правителей, которого звали Абраха собрал войско слона и отправился в сторону Мекки с намерением разрушить Каабу, дом Всевышнего Аллаха И слона с собой он взял, почему? Потому что слон известен способностью разваливать стены в быстрое время в короткий срок То есть известен такими способностями К слонам подвязывают веревки и тем, что он тащит эти веревки, он может разрушать стены поэтому они взяли с собой слона, а также для того, чтобы запугать этим арабов потому что арабам не был известен этот вид вооружения то есть вооружение такими видами животных, как слоны Это первое Второе, что касается самой этой истории то относительно этого есть два ревоята то есть относительно этого есть две версии Первое, это то, что Абраха, будучи эфиопом и правителем эфиопов он жил в Йемене и построил в Сане, то есть в столице Йемена огромную церковь, самую большую церковь в мире на те времена и он все время завидовал тому, что люди, арабы, которые жили по соседству на Аравийском полуострове, совершали хач к дому то есть к Абре, к Мекке и никто из них не отправлялся к его церкви почему? Потому что те были многобожниками а он был христианином и вот когда он построил эту свою церковь он поклялся на том, что он непременно отвернет арабов от Каабы и то, что заставит их совершать паломничество в сторону его церкви которая находилась в Сане и здесь вот разделяются две версии первая версия говорит о том, что услышав про эту его клятву один из арабов, один из людей племени Кинана отправился в Сану вошел ночью в эту церковь и справил в ней большую нужду и когда это дошло до Абрага то он сильно разгневался, впал в ярость и собрал войска для того, чтобы отправиться в сторону Каабы и разрушить ее и вторая версия заключается в том, что церковь этого Абраги сгорела и люди обвинили арабов то есть вот эти вот христиане, эфиопы обвинили в этом арабов и решили то, что именно арабы причастны к сожжению этой церкви поэтому также направили войска в сторону церкви и что же с ними произошло? речь об этом придет в этой суре, иншаллах говорит что значит Алямтара? прямой перевод Алямтара, то есть разве ты не видел, о Мухаммад как поступил твой Господь с людьми слона или с войском слона нам здесь необходимо указать на то, что пророк не мог видеть этого своими глазами потому что он только лишь родился в этот год поэтому ученые истолковали вот эту фразу Алямтара, разве ты не видел сказали первое мнение Алямта'алам разве ты не знаешь? это мнение высказал Мукатиль и выбрал его Ибн Джарих второе мнение разве тебя не известили о том как поступил твой Господь и так далее и третье третий мнение разве ты не слышал? вот эти два последних мнения упомянул Аль-Куртуби но более верным и более близким мнением является мнение первое разве ты не знаешь? значит как можно перевести как можно понять этот аят? можно понять его разве ты не знаешь как поступил твой Господь свойством слона? это мнение наиболее верно второе мнение разве тебя не известили? а третье разве ты не слышал? и здесь необходимо указать на то что человек не может знать о какой-либо истории кроме как если его известили об этом а он в свою очередь об этом услышал после того как его известили поэтому на самом деле все эти три мнения сходятся к одному говорит Валь-Ау-Валь-Акраб первое мнение является основным почему? ля-нар-ру-я-ру-я-тан-вас-ар-и-вак-аль-би-я потому что в арабском языке видение бывает двух видов видение зрением то есть глазами и видение сердцем здесь говорит подразумевается видение какое именно сердечное в смысле знание разве ты не знаешь? ля-кенна ла-льм ла ютахассал илля билихбару сана фалата нафия изан видишь? говорит но необходимо указать на то что человек не может знать о чем-либо кроме как если его об этом известят то есть если он не может этого увидеть так как пророк салаллаху родился еще только в этот год и не мог этого увидеть глазами значит он мог об этом только услышать так что его об этом известили поэтому говорит нет разногласия на самом деле между этим тремя мнениями все они возвращаются к одному и тому же смыслу но основное мнение является какое? первое разве ты не знаешь? почему? потому что мы здесь речь ведем не о том как дошло до пророка салаллаху это известие то что его известили или то что он услышал но о том что означает слово тара в этом аяте в этом аяте Всевышний Аллах не говорит разве ты не слышал? разве тебя не известили? но говорит разве ты не знаешь? а что касается того что знание приходит только тем что извещают и только тем что человек слышит это уже вопрос другой второстепенный говорит этим аятом Всевышний Аллах обращается к своему пророку и говорит Разве ты не знаешь, о Мухаммад Как поступил и что сделал твой Господь с войском слона А что за войско слона? Это такое войско, то есть полчища людей которые прибыли из Йемена с целью разрушить Каабу И их управляющим в это время был Абраха Аль-Хабаши То есть Эфиопец Эта история разъяснена в Тафсире Аль-Табаре, то есть упоминается в Тафсире Аль-Табаре, а также в других Тафсирах а также в книгах истории Эту историю мы также приводили в более-менее подробном виде при подготовке книги Аль-Фусульф и Сиротир-Расуль Говорит Говорит, в этом аяте Всевышний Аллах обращается к посланнику Аллаха а вся его община следует в этом за пророком Зачем Всевышний Аллах обращается к людям этим аятам? Для того, чтобы они взяли это в пример и для того, чтобы это стало для них в качестве проповеди и назидания для того, чтобы это стало поминанием людям какова кончина тех, которые отвернулись отказались слушать отказались подчиняться Говорит, в этом аяте Всевышний Аллах это действие то есть погибель и уничтожение этого войска слона приписывает к себе почему? потому что птицы, которые были насланы на это войско которые закидали их камнями так, что те были сожжены и уничтожены эти птицы были посланы по приказу Всевышнего Аллаха поэтому Всевышний приписал здесь это действие к себе и сказал как поступил твой Господь Год слона это год, в который родился посланник Аллаха говорит хадис об этом передается и этот же хадис приходит в книгу по версии Ат-Дури а также в других сборниках с достоверными снадом со словом Ибн Аббаса который сказал пророк родился в год слона и эта история приходит и приходит также в достоверном виде от Аиши которая сказала говорит Аиша я видела того, кто управлял этим слоном а также того, кто его вел оба они были слепыми мукадейн, то есть неспособными на нормальный образ передвижения попрошайничали в Мекке еду у людей к такому положению вернулись эти люди один из них управлял этим слоном другой его вел говорит Адам не жаал кейдахум фи тадлиль разве твой Господь не запутал их козни? то есть разве он не съел, но нет их козни? говорит Айфи ибтал ва тадлия то есть разве он не уничтожил эти их козни и не сделал их черными? ведь они хотели разрушения Каабы а Всевышний Аллах с.а.н. анулировал эти их устремления так что они не смогли достичь результата он заблудил их дело и вернул их с великим позором и разве он не наслал на них птиц стаями? говорит Айджамаат кафира фи тафрука что значит Абабиль? то есть Всевышний Аллах с.а.н. а.т.а.л. послал на них птиц джамаат стаями, стаями которых было огромное количество фи тафрука и они летели отдельно то есть одна стая, затем за ней вторая затем за ней отдельно, третья и так далее эти стаи прилетали со всех сторон одни с одной стороны, другие с другой стороной и так далее этот смысл пришел в установленном виде в достоверном виде со слов Ибн Масуда а также от Ибн Зейда здесь необходимо упомянуть о том что Ибн Кафир указал на то, что пришли достоверные снады о том, что эти птицы пришли со стороны моря есть второе мнение, что значит Абабиль то есть пришли различными-различными стаями так что одна стая следует за другой мучтамиа, но без сильного отрыва то есть одна сразу за другой саха, это пришел достоверно от мучахида некоторые же сказали одна за другой не отставая это пришлось неустановленным яснатом от Ибн Аббаса я об этом сказал также говорится эти мнения одни и те же то есть просто выражаются разными фразами вместо тем, что смысл их один и тот же и нет между ними никакой разницы все они указывают на то, что птицы эти прилетали огромными стаями которых было большое количество если же кто-то спросит, что это были за птицы какого они описания, что за свойства у них были мы скажем, пришло достоверно от Ибн Аббаса то что это были птицы, у которых были то есть как большие клювы то есть клювы были как клювы птиц а их ноги были как ноги собак что же касается их цвета, то относительно этого есть разногласия некоторые сказали, что эти птицы были белого цвета это мнение передается от Икремы, но с неустановленными снатами некоторые сказали черные, то есть эти птицы были черными это пришло достоверно от Ибн Амэра некоторые же сказали, что эти птицы были зелеными снат Хан Айкрема это пришло достоверно от Икремы и в Аэропролет Reddit и в Адрике Но пришло достоверно от Ибн Аббаса что он сказал, что их клювы были подобные клювам птиц но их лапки были подобны лапам собак Говорит, «Тармигим бихиджаратим мин сиджиль». То есть, какая улыфа, какое послание было у этих птиц, какое задание у них было, для чего они прилетели. Говорит, «Тармигим бихиджаратим мин сиджиль». Они закидали их, то есть, вот это вот войско слона, бихиджара, камнями из глины. Сиджиль – это обожженная глина. Что касается того, что такое сиджиль, в действительности есть большое разногласие у обладателей знания сразу на 7 мнений. Первое мнение передается от Ибн Аббаса о том, что он сказал то, что сиджиль – это в основе своей персидское слово, которое состоит из двух слов – санк и киль. Санк – киль. Санк – это хаджар, то есть, камень. Киль – это пыль, то есть, глина. Получается, камень из глины или камни из глины. Второе мнение сказали то, что сиджиль – это море, которое подвешено на небесах. То есть, эти птицы закидали их камнями, взяв их из моря, которое находится на небесах. Это мнение является слабым. Третье – шадидурхиджар ассуль. Сказали камни, то есть, камни очень твердые, плотные. Такими камнями они их закидали. Другие сказали – исам минасмасама и дуне. Другие сказали то, что сиджиль – это одно из названий первого неба. То есть, имеется в виду, камни эти были взяты откуда? С первого неба. Шестое мнение заключается в том, что сиджиль происходит от слова асджальтугу, то есть, арсальтугу. Асджальтугу, то есть, арсальтугу, я их послал. Имеется в виду, бихиджарат иммин сиджиль, они забросали их посланными камнями, брошенными камнями. И седьмое мнение асджальтугу от слова аатайтугу. То, что асджальтугу означает, я ему дал это. Бихиджарат иммин сиджиль, то есть, данными камнями. Камнями, которые были им даны. И наиболее верное мнение из этих семей – это мнение первое, то, что слово сиджиль означает обожженная глина. Видишь, говорит шейх Баджаммаль, ай ментин, то есть закидали их камнями из глины. Каманкала Субхану Фи Ковми Лут, как сказал Всевышний Аллах Сфану Таля относительно народа Лута. И мы закидали их камнями из обожженной глины, которые следовали один за другим последовательно. А в суре Аль-Заарият Всевышний Аллах Сфану Таля разъяснил, что подразумевается под сиджили и сказал, то есть тоже рассказывая о истории Лута, алиссалам и его народа, сказал, мы, то есть посланцы, пришли для того, чтобы закидать их камнями из глины. То есть из этих двух аятов понимается то, что сиджиль это не что иное, как камни из глины. Этот смысл, говорит, пришел в установленной форме от Ибн Аббаса, а также от Икрымы. Значит, получился, что Тавсир Пур'ана Пур'аном. Мы хотели узнать, что такое сиджиль. Нашли историю про Лута, алиссалам и его народ. В одном из аятов сказано, что этот народ также был закидан камнями сиджиль. А в другом аяте говорится и разъясняется, что такое сиджиль. Говорится, камни из глины. Значит, сиджиль это камни из глины. Приходит в некоторых Тавсирах то, что эти камни были обожженные и были горячие. Так что, если эти камни попадали в кого-либо из представителей войска Абраги, то этот камень пролетал через человека насквозь. То есть, если попадал в голову, то падал снизу человека. Если попадал в бок, то улетал из второго бока. И так далее. Таким образом, этот народ и это войско было уничтожено и погублено. Видишь, некоторые сказали сиджиль, то есть с небес. Это пришло достоверно от Ибн Зайда. Но Ибн Джарир назвал это мнение слабым. Мы не можем подтвердить достоверность этого мнения. Почему? Потому что нет на него довода. Ни из контекстов, ни из разума, ни из арабского языка. То есть, словом, сиджиль не называются небеса. Если же кто-то спросит нас, какого размера были эти камни, мы скажем, что от пророка относительно этого не пришло ничего достоверного. Приходит в некоторых сообщениях то, что эти камни были по размеру чуть больше чечевицы и чуть меньше горох. Но на это опять-таки требуется достоверный довод от пророка. То есть, они остались подобными зара, то есть, подобными посеву, который был съеден животными, которые затем испражнились этой едой. То есть, имеется в виду, животные, которые поели зара, поели посев, а затем испражнились этим посевом. Вот это вот испражнение и есть, что Асф Макуль. Люди, вот это вот племя, вот это вот войско, которое было погублено Всевышним Алланом Сфануталом, осталось наподобие вот этого вот съеденного и испражненного, что посева. Говорит, Фа-Ябиса ватафарракат очзау. То есть, когда вот это вот испражнение Ябиса высыхает и его части разлетаются по свету. Фа-Ябиса ватафаррака, затем это испражнение высыхает и разлетается. Такое разъяснение этого аята пришло достоверно от Ибн Зайда. Также относительно слов Асф Макуль, некоторые сказали, То, что под Асф имеется в виду не посев, а имеется в виду вот эта вот пленка, которая бывает на пшеничном зерне. То есть, вот это вот кишер, это скорлупа, которая подобна чему пленке. Это мнение пришло от Ибн Аббаса, но с неустановленным и снадом, но с установленным, с достоверным от кого от Муджахида. А некоторые сказали, то есть, и превратили их в подобие съеденной еде. Это мнение передается с неустановленным и снадом от Хабиба ибн Аббаса. Это история говорит, здесь вот важный момент, на который необходимо обратить внимание. Эта история, то есть, история с войском Слана, была совершена Всевышним Аллахом Смана Аттала, для того, чтобы это стало как платформой к приходу пророка, саллаллаху ассаляму, к его посланию в качестве посланника к арабам и вообще ко всем людям. Почему? Потому что этим самым, этой истории, люди, то есть, у Рашид увидели, что Всевышний Аллахом Смана Аттала защищает свой дом от всякого нападения, от всякой несправедливости, который может быть сотворен с этим домом. Поэтому, когда они увидели, что пророк Мухаммад, саллаллаху ассаляма, заезжает в Мекку с войсками, завоевывает ее, и никакой угрозы ему не приходит от Всевышнего Аллахом Смана Аттала за это, и не терпит он никакого поражения или гибели, они понимают то, что он действительно является посланником от Аллаха, саллаллаху ассаляму. Поэтому, вот эта вот история несет важное значение в этом смысле. Калибн-Кафир, а также с другой стороны, сказал Ибн-Кафир, «Кана хаза мимбабель архаз ваттаупе лимабааз Расулилля, саллаллаху ассаляму». Эта история с войсками слона была как бы платформой к посланию пророка Мухаммада, саллаллаху ассаляму. «Фэнну физаликал ам уллида аль-ашхарил акваль», потому что он родился именно в этот год, по более известному мнению. И «Лисану хал», то есть курешиты отсюда что поняли? То, что помощь им, курешитам, против хабашитов, христиан, была оказана не потому, что курешиты выше их или лучше их. Наоборот, курешиты в это время были хуже их, потому что курешиты были многобожниками, а христиане были обладателями Писания. Поэтому Курешиты поняли из этой истории, что поддержка этому дому и оказание ему помощи произошло не потому, что Курешиты выше эфиопов и их религия лучше, чем религия эфиопов. Но это было сделано лишь для того, чтобы защитить дом, защитить Каабу, древний дом Всевышнего Аллаха, который затем станет Каабой, станет направлением для всех мусульман в их молитве. И станет тем домом, которому будут совершать истинный хадж, единобожники, последователи пророка, и этим самым этот дом будет вновь возвышен и возвеличен среди людей. То есть для этого, на это указывает кто? Ибн Кафир, рахима Аллах. Это что касалось тафсира этой суры. Иншаллах, здесь также ничего сложного не было. Значит, Разве ты не знаешь о Мухаммад, как поступил твой Господь с людьми слона? Для чего они взяли с собой слона? Этот вопрос мы разъяснили Алхаммаду. Что за история имеется ввиду? Эта история также была приведена в начале урока. Алхамду лиллах. Аля меж'ал кейдагум фи талзиль. Разве твой Господь не запутал их козни? Разве не сделал их козни черпными? Варсал алейхим тайран абабиль. И послал на них птиц стаями стаями, которые прилетали со всех сторон, одна за другой, многочисленными количествами стай. И что в них было? Для чего они были посланы? Тармихим бихиджаратум мэн сиджиль. Они, стая этих птиц, закидали эти войска бихиджаратум мэн сиджиль камнями из раскаленной глины. Фаджиалагум каасфим макуль. И эти люди, это войско превратилось в подобие посева, который был съеден, а затем был испражнен животными и после того, как высох, был разлетевшимся по свету. То есть подобно изъеденным злакам. Это то, что осталось и то, что постигло это племя, этот народ и это войско, которое попыталось нанести вред дому Всевышнего Аллаха Суанутада Кааби. Так, давайте сегодня на этом завершим, иншаллах, и следующий. Тарсир следующей суры, суры Курэйш, будем читать на следующем уроке, иншаллах. Здесь необходимо указать на то, что сура Курэйш имеет непосредственную связь с этой сурой, сурой Филь. Некоторые из ученых даже говорили, что это одна и та же сура. Но более верным является то, что эта сура является отдельной, то есть вторая сура, это не то же самое, что сура Филь. Но ничего не мешает сказать, что сура Курэйш является как продолжением суры Аль-Филь. Но это, иншаллах, на следующем уроке, биизниллах. Субханатуллаху мабихамдик.